Здравствуйте! С вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать о новиночке от компании NUNA. Модель называется NUNA EV-SAVE. В прайс-листе у компании есть еще модель NUNA EV. На нее обзор у меня на канале есть. Можете, в принципе, его найти, посмотреть. А это обновленная модель, скажем так, доусовершенствованная, обычная NUNA EV. Вот. Ну, обо всем по порядку. В двух словах, технические характеристики. С рождения до четырех лет ребенка. С рост уже подросшего ребенка она может выдержать весом в 20 килограмм. Это очень хороший показатель. И в отличие от обычной NUNA EV, она ощутимо сбавила в весе. Порядка там двух с половиной килограмм. Она весит, если не изменяет память, с прогулкой 13 с половиной, с люлькой 14 килограмм. Для такой крупной колясочки это, в принципе, очень даже неплохо. Давайте начнем изучение с люльки, потому что ей вы в любом случае будете первой пользоваться. Люльки у NUNA очень-очень неплохие. У них интересные пишечки, плюшечки. Вот. Она вот с таким металлическим каркасиком. Все так нарядно, красиво. Плюс сзади вы можете отогнуть материал. И вот здесь будет такая москитная сеточка. Можно даже расстегнуть это все. Летом, если вам повезло, и вы где-то на югах живете, будет очень актуально. Также будет актуально вот эта интересная фишечка. Сейчас я вам покажу. Это, в принципе, и в холодных местах будет актуально. Ответ распасает. Вот такая еще накидочка. Сейчас, секундочку. А, вот. Вот здесь вот, под этой ручкой магниты. Соответственно, вот так мы полностью можем закрыть ребеночка. Ну, вполне себе вообще отлично. Даже ветер подул, пыль полетела. И летом раз закрыли, и все, ребенка там спрятали. Причем магнитики достаточно большие. И все очень, смотрите, я дергаю, она не уходит. Вот прям надо поддернуть, чтобы убрать эту накидочку. Прячется она вот здесь в козырьке. Специально есть кармашек для этого. Вот этот козырек дополнительный тоже, в принципе, можно, если нужно, убрать. Удобная также ручка для транспортировки без проблем. Что мне еще нравится в этой люльке? Вот эта вот накидочка тоже необычная. Ну, как необычная? Обычная, но со своими плюшками. Во-первых, она вся пристегивается на замочке. Вот. Что исключает возможность там срыва ее ветром, еще чем-то. Внутри очень хороший толстый матрасик. И дно в коляске, оно деревянное. Поэтому в плане ровности спинки, поверхности для ребенка здесь вообще отлично. Плюс еще внутри действительно очень приятный материал используется. Вот. Что из фишек? Здесь отгибается бортик, такой ворот отодвигается. И здесь у нас есть, вот так вам может виднее, вот так вот, специальный органайзер, сумочка. Куда можно телефон бросить, салфетки, книжечку, да, в принципе, чего угодно. Вот. Как бы вот четко, продуманно, универсально все в этой люльке сделано. И сама она не маленькая. Я вам точные размеры характеристики добавлю в описание. Там же и комплектацию сможете посмотреть. Она достаточно богатая. Даже есть адаптеры для установки автолюльки. Там Максикози, Сайбекс. Тратиться на это не придется. Вот. Поэтому здесь все ровно и отлично. В принципе, по люльке все. Давайте я ее уберу. Что касается материалов, кстати. Материалы достаточно тактильно нераздражающие. Даже, можно сказать, приятные. Это все непродуваемо, как многие боятся. Ой, мне там продует ребенка. Не продует. Все отлично. Можете за это не переживать. И, кстати, вот бортик тоже есть. А, по поводу того, чтобы ставить люльку на землю. Здесь тоже есть для этого ножички. В этом плане все отлично. Так, давайте теперь мы поставим сюда. Поставим сюда прогулочный блок. Сейчас я его возьму. Поставим сюда прогулочный блок. Вот как он выглядит. Он, естественно, реверсивный. Вы можете ее и по ходу, и против хода ставить. С этим все понятно. Также вот есть вот такой вот матрасик для ребенка. Здесь он устанавливается, соответственно, вот сюда. И делает колясочку чуть-чуть более мягкой. Не нужен, убираем. Также есть вот такой вот момент, как подушечка. В принципе, ну, отлично. Почему бы нет? Подушечка никогда хуже не делает ребенка. Будет помягче, комфортнее. Но хочу заметить, вот сейчас убрали все. И здесь достаточно много места для ребенка. Она получается достаточно вместительная. Вот этот тоже матрасик можно отстегнуть на замочке. Все легко убирается, стирается. Вообще без вопросов. Бампер и ручка. Здесь, соответственно, обиты эко-кожей. С простройщикой. И так все ровненько, красивенько, без проблем. Вот. Соответственно, что касается самого бампера. Здесь вот есть кнопочки. Здесь можно, вот вы видите, как посадить ребенка. Как калиточку откинули бампер. И это вот фишечка мне нравится. Иногда бывает, что весь бампер нужно снять двумя руками. Ребенка в этом куда-то деть. Это вообще не круто. Вот. По материалам я уже говорил. Материалы приятные, достаточно все отлично. Что касается подножки. Здесь вот снизу кнопочка. Вот мы регулируем. Здесь, получается, нету много положений. Мы или так делаем, или опускаем ее вниз. Что касается безопасности. Вы видите здесь ремень. Пятиточный ремень. С очень мягкими накладками. И на паховой зоне, и на плечевой зоне. Поэтому с этим все отлично. Так, что касается козырька. Козырек. Давайте я открою. Вот вы видите козырек. Здесь вот такой большой. Здесь есть смотровое окошечко. Опять же на магнитиках. Супер. Козырек здесь, даже если его не расширять, он и так большой. Вот эта часть, естественно, всегда прячется. Это нормальная практика. Если мы здесь расстегнем, смотрите, что происходит. Вытаскиваем оттуда еще одну секцию. А он становится просто, ну вы видите, он закрывает до бампера. Вот эта часть не очень жесткая. Но от солнца, от какого-то ветра этого более чем достаточно. Вот эта часть, она из москитной сеточки сделана. Поэтому, кому нужен здоровый очень козырек, то я думаю, что оценят обязательно. А таких, как показывает практика, кому нужен большущий козырек, большая часть водителей. Вот это все прячется, все аккуратненько. Ничего нигде не топошится. Все отлично. Что касается наклона, то здесь вы видите, здесь используется система гамака. Ну, то бишь, ребенок не полностью горизонтально лежит, а ножки чуть-чуть у него вот с таким перегибом. Тут, как говорится, люди делятся на два лайгра. Кто-то за гамак, кто-то против. Поэтому тут выбирайте на чьей вы стороне. Как по мне, и та, и эта система одинаково хороши. Ребенок все равно на боку не спит в колясках. Он спит на спине, поэтому и так, и так он реально лежит ровно и отдыхает. Ну, опять же, тут мнение может разделиться. Так, давайте плавненько перейдем с вами к изучению самой рамы. Я уже говорил, что на бампере и на ручке используется очень качественный материал эко-кожи. Тоже вот видите, просто ручка, все ровненько, все красивенько. Ручка, естественно, регулируется по высоте и грамотным, на мой взгляд, способом, телескопически. Поднимаете, дальше от коляски становитесь, не пинайте ногами. Самое оно. Тормоз самый четкий. Сверху тормозим и сверху же разблокируем. Тоже отлично. Рама здесь такая, очень мощная алюминиевая рама. Без косячков в плане сборки, не скрипит, не люфтит. Она такая, как утюг идет вообще вся эта коляска. Она плотная, зажатая. В этом плане мне все очень понравилось. Вот. Колеса здесь на коляске установлены резиновые, но они не обслуживаемые. Здесь нет ниппеля, вы не можете их подкачать. Колесо достаточно упругое. И я так полагаю, что оно накачано. Накачано, и здесь используется прочная резина. И поэтому вы их обслуживать не сможете. Вы их и не проколите, соответственно. Но получаем все равно надувное колесо без возможности проколоть. Только сверлите. Спереди, собственно, та же история. Резиновое колесо. Чуть меньшего диаметра, с возможностью блокировки. Вот. Если какая-то неровность, грязь там, не очень хорошая поверхность. Блокируем, едем как танк. Вот. Соответственно, что еще мне понравилось. В этой коляске здесь, когда на пандусы куда-то въезжаешь, ставят широкие швейлера, чтобы вы могли заезжать. Здесь колеса не сильно друг от друга, передние по соотношению к задним, ушли внутрь. То бишь, практически вы можете заезжать, как на рельсах. Этого, в принципе, разницы при широком швейле или хватает. Что касается багажника. Багажник тут вообще отличный. Он здоровый, прямоугольный. И, соответственно, сделан из прочного такого вот, особенно по бокам материала. И он достаточно большой вес выдерживает. Вот. Это тоже очень здорово. Так. Что касается амортизации. Давайте понажимаем хорошенько на нее. Посмотрим, как здесь вообще что. Амортизация, вот, если вам так виднее. Вот. Она здесь есть. Давайте теперь посмотрим на передние колеса. Что здесь? Амортизация тоже есть. Но она упругая. Достаточно амортизация. Поэтому прям какой-то мега мягенькой колеской не является. Но вполне себе достаточно для комфортной езды ребенком. Теперь давайте покажу, как эта коляска складывается. Если ее складывать с блоком вместе, то он топорщится. Немножко неудобно. Поэтому всегда рекомендую. Снимайте блок. И складывайте раму. После чего кладите на него уже сам блок. Так получается компактнее. Чтобы сложить, здесь заморочек особо никаких. Никаких. Просто и понятно. И потом уже сверху ставьте уже саму прогулочную часть. На мой взгляд, так будет компактнее. Тем более, если я не ошибаюсь, они стояли. Да, она стоит на колесах. Вот в таком виде вы прекрасно видите. Вполне себе отлично. Так, дальше. Давайте теперь ее разложим. Все. До щелчка. И, соответственно, ставим обратно. В принципе, все, что хотел вам о ней рассказать, я вам рассказал. Ну, на Иви с Нисейви, как это. Мне, в принципе, очень понравилась колясочка. Такая мощная, внушает доверие, скажем так. Вот. Это, соответственно, допиленная та колясочка. Единственное, вот по поводу гамачка, тут на любителя. Вот. Но, в принципе, нормально. Вот. Ручка. Ручка тоже стала очень приятной. Я люблю, когда эко кожа обшивает. Прям, ну, приятно. Вы же все время за ручку держитесь. Так как руль в автомобиле кожаный, он намного приятнее, чем пластмассовый. Вот. Соответственно, здесь та же история. Ну, вообще, в целом, практичная, хорошая колясочка с очень классной люлькой, с органайзером. Ну, не знаю. И, причем, цена у нее абсолютно адекватная. Опять же, в описании пройдите, посмотрите. Вот. И я думаю, что каждый, кто ищет себе подобную коляску, такую мощную, хорошую колясочку, два в одном, соответственно, он будет доволен, я думаю, в любом случае. Гарантийных обращений по ней практически нет ничего. Они не ломаются. Хорошо себя показывают и в теплых регионах, и в северных. Поэтому я думаю, что вы не ошибетесь в покупке с этой коляской. Мое личное мнение. Никому ничего не навязываю. Опять же, это ваше право выбирать. Вот. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это очень важно. Помогает мне делать больше для вас обзоров. И большое спасибо первой коляске за предоставленную коляску на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего маленького ребеночка. И всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok